У Анатолия Чубайса подтвердился синдром Гиен-Баре, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на супругу экс-главы Роснана. Состояние стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации одной из европейских клиник. Мы расскажем, какие симптомы сопровождают это аутоиммунное заболевание. У Анатолия Чубайса подтвердился синдром Гиена-Баре. Об этом сообщила Ксения Собчак со ссылкой на супругу экс-главы Роснана Авдотья Смирнову. Она опубликовала фото Чубайса из некой европейской клиники, конкретная страна не называла. Состояние Чубайса стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации. У него плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз. Частичный паралич лица, написала Собчак. Синдром Гиена-Баре – аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В большинстве случаев заболевание лечится до полного выздоровления пациента. Главное, не запускает, говорит врач-невролог телемедицинского сервиса Доктис Айсана Махмудова. Поражается нервная система, периферическая. Начинается заболевание после перенесения бактериальной или вирусной инфекции. Начинается все с нижних конечностей, с нарушением чувствительности, слабость, остеония и перебирается уже на верхние конечности. Все очень индивидуально, зависит от иммунной системы человека. Поражается и мышечный аппарат. Все наши рефлексы также подвергаются повреждению. У человека присутствует результивающая слабость, ему очень трудно вставать. Если есть какие-то хронические заболевания, плавные диабеты, гипотонической болезни, происходят скачки артериального давления, может подняться температура тела, так как это неврологическое заболевание. Самое главное, что это может быть, конечно, это летальный исход. Это в том случае, если человек прям вот совсем запустил данное заболевание, оно может длиться от нескольких часов вплоть до месяца. То есть это если острое, так же есть еще и хроническое. Когда? Это может вплоть до двух, до трех месяцев. В большинстве случаев прогрессирование идет остро, поэтому симптоматика, она может быть очень расслывчатой. Если все же человек не обратился, могут быть осложнения по типу дыхательной недостаточности, может быть инфаркт миокарда. Чем раньше мы обращаемся, тем быстрее мы сможем предотвратить осложнения. Айсана Махмудова, врач-невролог сервиса Доктис. Состояние Анатолия Чубайса улучшается, сообщила в среду сардинская газета «Ла Униона Сарда». По информации издания его госпитализации заинтересовались итальянские спецслужбы. Результаты анализов Чубайса еще ожидаются. Их должны были отправить в лабораторию Пармы. Ранее итальянская газета «Ла Република» писала, что до попадания в больницу Чубайса не жаловался на состояние здоровья. Издание отмечает, что полиция привлекла своих специалистов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении. Российские силовики проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Анатолия Чубайса. Сообщил ТАСС, о ссылке на источники официальными комментариями силовых структур агентства не располагает. Напомним, экс-глава Роснана покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Российские силовики проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы Роснана Анатолия Чубайса. Как сообщили ТАСС, источники в силовых структурах следователя уже опрашивают свидетелей из окружения Чубайса. Сумма иностранной валюты на счетах в банках Европы может достигать нескольких миллиардов. Уточнил собеседник агентства в интересах следствия. Источники ТАСС не уточнили, в каких банках, цитируем, могут храниться столь внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем. Официальными комментариями российских силовых структур и представители Чубайса ТАСС не располагает, комментирует ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. Российская власть на данный момент крайне важна, чтобы произошла консолидация элит, и даже намека на раскол не было. Поэтому в этом сообщении мне видится прозрачный намек на тему того, что если вы, ребята, уедете из России хоть на сколько-нибудь не договорившись, то в таком случае будет проблема вернуться в Россию. И это такой четкий сигнал. Это сигнал, естественно, на Чубайсу. Это сигнал тем, кто остался и вдруг как-то косо смотрит на Запад с намерением туда когда-то отправиться. В середине апреля новый гендиректор Роснана Сергей Кульков обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Что это значит для Роснана? Это договоренность с предыдущим руководством на тему того, что силовики бы не трогали никого из состава менеджмента. Проверьте, у нас, у нас все чисто, мы замечательные люди. Это демонстративный жест, мы все еще с вами, ребята, вы можете делать с нами, что хотите. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров, гендиректор Роснана Сергей Куликов, назначенный на этот пост вместо Чубайса, в середине апреля попросил прокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем менеджменте. Независимыми аудиторами, в том числе федеральным казначейством, были обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов Института развития. Говорится по данным ведомости в письме Куликова генпрокурору, комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Я думаю, что это заявление по поводу поиска тайных счетов Чубайса, оно о нетротимости наказания. Чубайс становится, естественно, для турового патриота символом тех, кто не поддерживает военную спецоперацию, что он прозападный либерал. Для образа врага не хватает не стрихов, а именно представления о том, сколько денег он вывез за границу. Называется сумма, с мнением фантастически, потому что Чубайс, безусловно, не бедный человек. Но представить себе, что на его рубежных счетах лежат миллиарды долларов, лично мне крайне сложно. Как человеку информированному, мы знаем прекрасно, что Чубайс всегда был человеком системным и лояльным. Но в этот момент это уже не важно. Важно то, что он платил в страну, и можно на его примере шлимовать те остальных. Может быть, Роснано будет практизировано, может быть, ее разделят по кусочкам, а может быть, она продолжит деятельность, но уже, так сказать, переформатированная. Одно ясно совершенно, что у компании проблемы с имиджем. Поэтому нужна перезагрузка образа, перезагрузку, а можно начинать как раз с ревизии обнуления. Руководитель политической экспертной группы Константин Кулачев. Анатолий Чубайс занимал должность гендиректора Роснано с 2008 по 2020 год, затем стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями. В конце марта Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс покинул эту должность и уехал из России. Уехал, не уехал, это личное дело. В Кремле прокомментировали информацию об отъезде из России бывшего главы Роснано Чубайса. Там подтвердили, что он покинул пост спецпредставителя президента по устойчивому развитию. Заявлений самого Чубайса пока нет. Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Это официально подтвердили в Кремле. Чубайс уволился по собственному желанию, заявил Рео Новости Дмитрий Песков. Первыми об отставке Чубайса сообщили источники агентства Блумберг. По данным собеседников агентства, Чубайс не просто оставил свой пост, но и покинул Россию. Последнее официально пока не подтверждено. Анатолию Чубайсу 66. С декабря 2020 года он занимал должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого возглавлял Роснано. Смену места работы Анатолия Чубайса в 2020 году одни эксперты называли его выходом на почетную пенсию. Другие говорили, что и на новом посту Чубайс сможет проявить себя и оказаться полезным. Вспоминая, что в 1998-м Чубайс уже становился спецпредставителем по связям. Тогда с международными финансовыми организациями. После чего Россия получила кредит от МВФ на 11,2 миллиарда долларов. Тема ESG до недавнего времени в международной повестке была крайне актуальна. Правда, за год с небольшим работы на посту спецпредставителя по устойчивому развитию новостей о Чубайсе в повестке особо не было. Последняя большая волна публикаций была связана с отставкой Анатолия Чубайса с поста главы Роснано. Многие на фоне заявлений о серьезных трудностях у госкорпорации прочили и большие проблемы для Чубайса лично. Однако президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с долгами компании, признавал, что Роснано это по сути венчурная компания и добавлял, что сам был одним из инициаторов ее создания. Многие тогда восприняли это как поддержку и защиту Чубайса на высшем уровне. По данным источников Bloomberg, Чубайс уехал из России из-за несогласия с проведением военной спецоперации на Украине. Публично конкретных заявлений на эту тему сам Чубайс не делал. Но те, кто следят за его соцсетями, обратили внимание, что на одной из теперь уже запрещенных площадок за последний месяц появилось всего три поста Анатолия Чубайса. Первый – фото Бориса Немцова в день его убийства. Второй – поздравление Наине Ельциной в день ее 90-летия. И последний на данный момент пост – фото Егора Гайдара и вот такой текст. Цитата. «Егору Гайдару сегодня исполнилось бы 66. Всего 66. А вот после его ухода в 2009-м, кажется, прошла целая эпоха. В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я. А я был неправ». Конец цитаты. По неподтвержденным, пока данным ряда СМИ, Чубайс вместе с супругой находится в Стамбуле. А с учетом всех обстоятельств, в какой стране и в каком статусе Чубайс мог бы найти себя после отъезда из России, если он все же уехал, да так, чтобы его при этом не беспокоили спецслужбы тех или иных стран. По мнению управляющего партнера компании KGD группы Григория Добромелова, страна не имеет особого значения. Чубайс, по словам политолога, рукопожатие на его тепло примут там. Где он захочет, с финансовой точки зрения он может позволить себе просто читать лекции, если захочет. А теоретический интерес спецслужб в Ферсоне о Чубайсе Григорий Добромелов комментирует так. Во-первых, все-таки Анатолий Борисович уже на протяжении многих лет был выключен из контура принятия реальных решений. Его знания по экономике страны в 90-х годах нынешние спецслужбы Запада, безусловно, не интересуют. Его политика внутри Роснана точно так же для Запада неинтересна. Ситуация с энергетическим российским блоком, я думаю, что вряд ли спецслужбы Запада что-то не знают того, что знает Анатолий Борисович. Наши спецслужбы тем более. Я думаю, что отчасти его спокойный отъезд – это дань уважения и благодарности со стороны Владимира Владимировича к тому, что Чубайс сделал для него в свое время. И то, что ему дали спокойно уехать и уйти на пенсию – это очень по-человечески понятный поступок. Потому что по-человечески можно понять у Чубайса все те идеалы. А Чубайс при всем к нему, может быть, негативном отношении с точки зрения роли в истории нашей страны, тем не менее, этот человек – абсолютный идейный. В отличие от большинства наших либералов, которых называют либералами, Чубайс абсолютно последовательен в своих идеях и в своем видении мира. И нынешняя политика нашей страны категорически расходится с его идеалами. Григорий Добромелов, политолог. Спецпредставитель президента по климату Руслан Адель Гириев заявил в Реановости, что решение Чубайса оставить свой пост не отразится на развитии климатической повестки. А в России официальных заявлений от самого Чубайса пока не прозвучало.